Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект «Автостоп-шоу» приветствует вас на Пилот-радио. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яуро и я, Марина Семенова, вновь с вами. Здравствуйте. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении получаса будем обсуждать вопросы, связанные с автомобильной шумоизоляцией. И вопросов обычно возникает в связи с этим немало. Разобраться во всех тонкостях нам будет помогать авторитетный эксперт Максим Константинов, менеджер «Карбон-69». Максим, здравствуйте. Добрый день. Итак, наш гость, эксперт дня, пришел не с пустыми руками. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у него заготовлен специальный тематический автоприз. Сегодня это фирменный брелок, ароматизатор и жилет. Вот так вот один подарок в трех вариантах. Обязательно разыграем подарок среди слушателей. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. Впереди вас ждут наши рубрики «Автофакты» и «Авторелиз». Весь сегодняшний эфир можно будет посмотреть на портале ТвериГрад. Там будет размещено видео, текстовая версия сегодняшней программы. На всякий случай напомню, что телефон студии теперь 78-77-10. Позвонить нужно будет именно тогда, когда мы будем разыгрывать автоприз. Предлагаю сейчас начать нашу программу с нашей такой интересной рубрики. Это «Автофакты». И она уже прямо сейчас у нас в эфире. Сегодня, раздобыв где-нибудь такой раритет, как музыкальная кассета, вы можете не найти устройство для ее проигрывания. Эта технология уже мертва, а молодежь, родившаяся в 2000-х годах, даже не представляет, что это такое. Но последний автомобиль, оборудованный кассетным магнитофоном, сошел с конвейера не так уж и давно. В 2011 году это был заднеприводный седан «Форд Краун Виктория». Правда, и в его случае оснащение кассетным магнитофоном предлагалось клиентам как особая опция. Вот такой у нас забавный нынче автофакт про кассеты, музыкальные устройства в наших автомобилях. Максим, приходилось сталкиваться сейчас вот с такими? Конечно, приходится. А что вы скажете, Максим, если у кого-то еще стоят кассетные деки, чтобы, скажем так, этим раритетом воспользоваться на 100%, что бы вы порекомендовали ему сделать в плане звукоизоляции? Ну, естественно, любой автомобиль, он шумный, какой бы он ни был. Да я даже в Rolls-Royce в свое время говорили, что самая шумная деталь – это часы, но ведь они же тоже тикали, поэтому, я думаю, машин массового сегмента это, думаю, не ограничивается только часами. Ну, конечно, в любом случае, как будет звучать та же самая любимая музыка в машине, неважно, на магнитных кассетах, она на CD-дисках, там через флешку звучит, через проигрыватель или радиостанцию вы слушаете любимую, в любом случае намного качественнее и плотнее она будет звучать, если в автомобиле будет сделана шумоизоляция. Ну, даже самая простая, даже много вопросов поступает о том, что вот если вот стоит штатная, она же совершенно обычная, даже штатная музыка заиграет совершенно по-другому. То есть уже почувствуете разницу. Ну, а что шумоизоляция? Вот вы говорите, там можно, да, там минимально что-то сделать. Что такое минимальная шумоизоляция? Ну да, что оно включает и вообще... И примерная хотя бы стоимость, что такое минимальная. Порядок цифр, да. В любом случае, как продавец, чтобы давать потребителю все, что ему нужно, это все равно кошелек. То есть у нас шумоизоляционный материал есть на любой кошелек. То есть автомобиль можно очень бюджетно сделать, например, часто пользуются спросом покупателей для продажи автомобиля, чтобы создать эффект шумоизоляции, заклеить весь автомобиль быстренько, там закрыть ржавчинку, там еще что-то скрыть, и чтобы автомобиль выглядел симпатично, красиво, имел легкий шумоизоляционный эффект, и это будет недорого. То в принципе, даже вот назовем, если в цифрах говорить, то в 5-10 тысяч рублей на материал на весь автомобиль, на весь автомобиль можно обойтись. Но это очень бюджетно, но уже будет эффективно. Точно эффективно? Я скажу так. Слегка, слегка почувствуете разницу. Ну, если сравнить с тем, что не было ничего вообще совсем, и, соответственно, что будет. Тогда да, соответственно, да, на любой кошелек машину можно сделать как на 5-10 тысяч рублей, так и на 30, на 50. Сейчас, когда называю эти цифры, сразу вспоминаются покупатели, которые увлекаются автозвуком. Очень популярны сегодня. Автозвук как бы иначе. Да, и среди молодежи именно автозвук, когда музыка в автомобиле на первом месте стоит, после уже двигателей, после внешнего вида, ну, хотя и за внешним видом они тоже следят. Вот. Чтобы все вот эти огромные динамики играли полноценно, играли плотно, ничего не дребезжало, ничего там не скрипело, не грохотало, шумоизоляция у ребят на первом месте. И даже боюсь спросить, сколько такая шумоизоляция может стоить. В зависимости от того, какой автомобиль, и, соответственно, опять же, кошелек покупателя. То есть, если там машина оборудована уже автозвуком, который участвует прямо в соревнованиях, то это уже десятки и сотни тысяч рублей. Вот так. Да. Ну, а скажем, вот так вот рядовой? Послушать музыку. Рядовой ценник послушать музыку в машине хорошо, с комфортом, с удовольствием можно сделать. Без фанатизма, что называется. И без фанатизма можно уложиться, но в 20 тысяч рублей можно уложиться так, чтобы было прям очень хорошо. Чтобы все было заклеено, это мы рассказываем цены про материал. Мы продаем материалы, также с удовольствием можем направить вас в сервис, где вам ее установят. То есть, Carbon69 имеет несколько своих сервисов, партнеров. Конечно, конечно, если есть необходимость, с удовольствием направим, озвучим ценники. Но вот чаще люди именно обращаются, то есть, покупая у вас материалы, они ездят в авторизованные сервисы или сами пытаются что-то сделать? А тут человек выбирает сам. Чаще всего, чаще всего сталкиваюсь с тем, что люди все делают сами, своими руками. Потому что если человек обращается в сервис, в какой-нибудь, не знаю, не буду никаких сервис конкретных называть сейчас, приезжает сам мастер за материалом. То есть, человек приехал, сказал, хочу шумоизоляцию, вот, столько-то денег, или там ему выдвинули определенный прайс, и уже мастер из этого ателье приехал к нам. Соответственно, мы же с ателье тоже сотрудничаем достаточно плотно, вот, и поэтому приедет мастер. Но в основном приезжают люди, самые популярные, вот на моей памяти, сейчас это майские праздники, когда первое солнышко, первое тепло, первые большие-большие выходные. Хочется загород, и основной контингент людей приезжают, закупают большое количество материалов, чтобы автомобиль на солнышке, на даче разобрать, взять, взять прямые руки, взять инструменты, и сделать шумоизоляцию автомобиля самостоятельно. А мы с удовольствием, да, с удовольствием еще, помимо того, что мы просто как магазин, как интернет-магазин, мы предоставляем материалы, мы с удовольствием еще как консультанты, компетентно подсказать, как это правильно сделать, что, зачем поклеить, куда, что, куда, какую толщину материала. Материалов очень много, мы являемся официальными представителями компанией Турбо и Комфорт, вот, на территории Твери и Тверской области. Вот, и, соответственно, эта компания предоставляет буквально каждый год, осмелюсь сказать, что каждый год, даже каждый месяц появляются какие-то новинки. Естественно, они сразу появляются на витрине нашего магазина, как у официального представителя. Естественно, там, навскидку сказать, видов 15, допустим, виброизоляции, видов 10-15 тоже шумоизоляционных материалов, они постоянно обновляются и пополняются. То есть нет такого, что один материал есть на весь автомобиль. Например, взять там основные отдельные кузовные элементы, дно багажника автомобиля, это один материал. Двери, другой материал, крыша, уже другой материал будет. Все подберем. Но действительно, без экспертов не разобраться. Но они идут именно по каким-то функциональным признакам. Ну, конечно, чтобы двери, например, тяжелые не были, более легкие материалы подбираются. Ну, это очень много тонкостей, и можно очень долго об этом разговаривать. Вот. Поэтому мы крайне рекомендуем, если у вас есть вопросы, да, вот приезжайте прямо в магазин и с удовольствием на них ответим, покажем, расскажем, что это такое. Расскажите еще, кстати, где находится этот магазин, чтобы наши слушатели... Находимся мы на бульваре Цаново, дом 6, строение 1, это торговый центр «В поход» на втором этаже, магазин «Карбон-69». Вот. И, соответственно, придя в магазин, вы получите грамотную консультацию специалиста, который, может, даже не является мастером, но в силу опыта продаж, что, куда и зачем, для чего, куда клеить, если так сказать. А вот есть такие, например, шумоизоляционные материалы, которые чаще всего, например, все-таки используются? Ну, конечно. Хит-продаж. Да. Хит-продаж, ну, как сказать, хит-продаж. Есть подразделения, так скажем, бюджетный вариант, среднячок, так его обзовем, и премиум. Ну, вот в этих, да, в классах. И премиум. Конечно, да. Я как раз хотел задать этот вопрос, а в чем разница между премиумом и бюджетным сегментом? Ну... Какие материалы, чем они отличаются? Качеством, качеством. Ну, вот смотрите, качество, прежде всего, конечно, вот, отличается своими отдельными фишками. То есть возьмем, если вот сейчас первое, что вспомнил, это виброизоляция, к примеру. Самый дедовский метод – битум. Помните, битумом все заливали. Вот самая бюджетная виброизоляция сделана именно из этого самого битума. Вот. И сверху фольга, чтобы ее укатывать было удобно. Более премиальная, более дорогая виброизоляция, сейчас же у нас наука не стоит на месте, она имеет совершенно другую химическую форму, и она, например, более липкая. То есть даже... Ну, что-то будет типа битумной смеси, да? Это будет все равно битумная смесь, это будет... Внешне это такая же консистенция, но она имеет более сильную адгезию, она лучше приклеится, к примеру. У каких-то материалов, опять же, виброизоляционных, более толстая фольга. Например, для музыкантов чаще всего... Я, конечно, не задавался вопросом, почему именно так. Именно вот это качество очень важно. Скажешь, народ так красивше. Так красивше. Есть еще, даже вспомнил, битумная линейка компании Comfort, Dark серия называется. Она облегченная. То есть она толщиной 4 миллиметра, но весит как 2 миллиметра. А по эффекту будет как толстая. А по эффекту будет именно как толстая. Тоже пользуется большим спросом, чтобы не утяжелять автомобиль. Тоже очень популярная. Это я вот так вот по виброизоляции пробежал сюда. Это вибро, а то есть еще шума. Шумоизоляционные материалы, то есть, допустим... А чем разница вот вибро и шума? Ну, понятно, что это как бы разные источники. Сначала важно снять шумы от вибраций. То есть основные шумы у нас исходят от вибраций. То есть от колебания те же самые. А панели резонируют? Панели резонируют. Песочек бьет по корпусу, там, по днищу и прочее, прочее, прочее. Дождик барабанит по крыше. Мы сначала убираем шумы от вибраций, а дальше мы уже делаем уже по необходимости. То есть первостепенно это виброизоляция. Дальше мы уже делаем шумо-теплоизоляцию дополнительно. Вот. Соответственно, материалы как от самого простого сплена, то есть это дедушки, также обзовем его изолон из 2000-х годов, которым заклеивали у нас как автомобили, так дома и ванны, и трубы, и стояки, и прочее. Кстати говоря, не только для автомобилей, его даже сегодня используют. Приходят также часто люди, которые хотят, например, Домой закупиться. Домой закупиться, но бренчит раковина, бренчит там, например, пол у стиральной машинки, там надо что-то постелить обязательно, чтобы ничего не гремело. Соответственно, ванну шумоизолируются, трубы огромные, чтобы там вода течет, чтобы не слышно было. Ежедневно, да, сталкиваемся и с этим тоже, и поэтому, когда человек приходит и говорит, у меня немножко нестандартный вопрос, вот мне надо трубу, для нас это не ново, подскажем, расскажем, конечно, с удовольствием, с большим, и подберем материал на определенный бюджет, который нам человек обозначит, даже если. И, соответственно, доволен оставиться и продавец и покупатель. Я думаю, прежде чем мы с вами продолжим разговор, Максим, напоминаю, что сегодня в студии Пилот Радио на автостоп-шоу у нас эксперт дня Максим Константинов, менеджер Carbon69. Прежде всего, предлагаю еще послушать одну нашу рубрику, она интересная, и для продолжения разговора, она как раз, наверное, сейчас кстати. Авторелиз в эфире. Авторелиз. Жители Земли стали реже покупать новые автомобили. В январе спрос на новые легковые автомобили сократился почти на 10,5%. Реализовано около 6,5 миллионов автомобилей. Эксперты прогнозируют, что тенденция продолжится до конца года. Сильнее всего продажи упали в Китае, Корее и Японии. Падение мировых продаж эксперты связывают с несколькими факторами. Среди них рост налогов в ряде крупных стран, а также вспышка коронавируса, которая сильно повлияла на авторынок Китая. Специалисты ожидают, что из-за вируса продажи автомобилей в Китае продолжат падать в ближайшее время, а при остановке производств окажут влияние на мировой автопром в долгосрочной перспективе. Такая у нас рубрика «Авторелиз». Владимир... Да, ну и раз мы вот тут прозвучала тема коронавируса, куда же без нее, автопроизводство останавливается, а вас не коснется, я имею в виду не сам вирус, а вот... Товары из Китая. ...экономические, да, товары. Ну, конечно, будем мыслить позитивно, надеемся, что никак и никого он все-таки не коснется, не только автолюбителя, а вообще людей. Я имею в виду, товары-то не пропадут. И товары ни в коем случае не пропадут, потому что сделаем сноску, а они сделаны у нас не в Китае. Вот так. То есть к нам коронавирус в данном случае в контексте нашей программы не имеет никакого отношения. Конечно, можно не бояться, конечно. А вот, кстати, о поставщиках. Откуда они чаще всего попадают, эти материалы, к нам? Материалы? Компания «Турбо и комфорт» — это город Ярославль. Завод находится именно там, в России, поэтому можно вообще... То есть мы поддерживаем отечественного производителя. Автостоп-шоу на «Пилот-радио» продолжается. Эксперт дня сегодня, напоминаю, Максим Константинов, менеджер «Карбон-69». Мы продолжаем нашу программу. Владимир... Максим, да, вот до перерыва мы говорили о звукоизоляции, об аспектах его применения, и мы коснулись в основном, скажем так, одного направления. Это тюнинг, связанный с автозвуком. Самый распространенный, я думаю, сегодня среди молодежи. Ну да, но, наверное, не только молодежь ездит по нашим дорогам, но не платил этот автомобиль. Кто еще вот обращается за... Какие вопросы может решить шумоизоляция? Ну, помимо шумоизоляции, теплоизоляция. Тепло. Сохранение тепла зимой, например, температура в салоне той же самой. И чего еще может коснуться? Любого человека может коснуться вопроса шумоизоляции, если он хочет комфортно ездить в своем автомобиле. Тем более, если речь идет о дальних поездках, куда-то очень далеко, о путешествиях и прочем. Постоянно слушать дорогу, слушать выхлопную систему автомобиля. И колеса, да, все верно. Монотомный звук, он всегда раздражает многих людей, да. А насколько эффективно применение вот этих, скажем так, материалов? Насколько они понижают это, по вашему опыту? Ну, как показывает и практика, и показывают исследования, то есть нам компания Комфорт присылает также результаты исследований материалов, их же изучают перед тем, как выпустить на рынок. И какие-то материалы даже до 50% убирают шумов и вибраций. Ну, это довольно-таки достойный показатель. Скажите, Максим, а вот, предположим, ну вот хорошо, я пришел к вам, материал у вас там явно в каких-то рулонах, там в палетах, в чем-то. А вот раскроем вы занимаетесь? То есть, допустим, вот есть модель конкретного автомобиля, я могу попросить вас, чтобы мне хотя бы уже подготовили, чтобы только установка заняла и, по сути, закрепить на месте. Конечно. Ну, мы не раскроим, у нас материал продается в основном в листах. Мы с удовольствием составим список, даже если вы придете, просто зададите вопрос, пожалуйста, посчитайте, сколько мне это будет стоить. Не обязательно же покупать это сие минутно. Были случаи, когда человек приходил в магазин и говорит, посчитайте, мы посчитаем. Вот это вот на пол, вот это на двери, вот это на потолок, это на багажник, вот это, например, на колесные арки. Все человеку расписали, количество материалов и подытожили цену. Устроил человек, даже если он в этот раз не купил, в следующий раз пришел. Были такие случаи, часто встречались, когда человек сначала просто уходил, вроде как продавец должен расстроиться, среднестатистический, вот. Но приходили люди, возвращались обратно, вот вы мне считали, пожалуйста, давайте сейчас соберем. А то есть вы уже учитываете площади, которые будут заняты вот этим материалом на кузове, на кузовных панелях, да? Ну, конечно. Ну, в основном самые популярные автомобили эти седаны и хэтчбеки. Они примерно плюс-минус одинакового размера. Там, естественно, мы по собственному опыту учитываем размеры, габариты. И в любом случае человек, если ему что-то не хватит, допустим, мы там не досчитали листочек два, он может приехать и докупить. Ну, если вдруг там автомобиль там отличается, там, может быть, на полметра. А даже если останется, человек найдет, где его использовать. Дома, в ванной там или еще где-нибудь. Ну, там, мы уже говорили, что это средство двойного применения. Максим, а если говорить, например, вот на ваш опыт ссылаться, какие самые тихие, например, автомобили? Ну, мы возьмем, наверное, самый распространенный эконом-класс, да. Ну, автомобили с завода выходят, ну, не будем кривить душой, фактически без шумоизоляции. А если она там и... Ну, так и есть машины, даже те же самые иномарки, ни для кого не секрет, что собираются они в России, вот, на территории России, да. И, да, если там она есть... Это еще не фактор. Их обвинять в том, что они в России собраны. Ну, это даже не аргумент, но подытожу, опять же, этот вопрос, что если там и есть шумоизоляция, она минимальная. Были случаи, когда в сервис к нам приезжал автомобиль абсолютно новый, не помню марку, но это был такой достаточно большой автомобиль, и у нас мастера разбирали полностью салон автомобиля, все снимали, удаляли заводскую шумоизоляцию, там маленькие кусочки битума, и заново клеили нашими шумоизоляционными материалами. Человек остался очень доволен, музыка играет по-другому, в машине очень тихо, а мотор вообще дизельный, да, и вообще ничего не слышно, человек очень доволен. Также приехал там еще и с другими услугами потом после этого. А вы сказали, то есть, пока мы вот тут обсуждали, тема была у нас рекламная пауза, вы сказали, что у вас даже есть инструмент, который, в общем-то, как раз для демонтажа вот этих панелей. Конечно. И он тоже продается в вашем магазине. Да, с удовольствием подберем и покажем, что отличное. А это какой-то специальный инструмент? Ну, это, к примеру, если углубиться в подробность, это специальные такие нейлоновые либо пластмассовые лопатки, чтобы не поцарапать металл, к примеру, краску не поцарапать, не сломать клипсы, которые расположены там на дверях, на дверных картах, на панели и прочее. Даже иногда общался с мастерами, что самое сложное в шумоизоляции автомобиля? Самое сложное разобрать и ничего не сломать. Вот. И самое главное обратно собрать, чтобы так же ничего не поломать и не повредить. Поэтому, наверное, лучше все-таки не самому, если не умеешь, а довериться профессионалам. То есть, в конце можно вешать титр, что в результате не пострадал ни один автомобиль. Не обстрадал ни один пистон в автомобиле. Все верно. Вот. Соответственно, многие сами делают руки. Глаза боятся, руки делают. И у многих получается. Многие приходят, советуют. А потом они покупают новый автомобиль, и все начинается по новой. Были такие случаи. Автостоп-шоу на Пилот-радио продолжается. Эксперт дня сегодня у нас Максим Константинов, менеджер «Карбон-69». Время для нашего специального тематического автоприза. Автоприз. 78-77-10. Это телефон нашей студии. Вопрос сегодня у нас, конечно же, специальный по теме программы. Автомобильный вопрос, но вопрос достаточно легкий. На кону у нас, напоминаю, сразу же три предмета. Это фирменный брелок, ароматизатор и жилет. Кстати, что за жилет у нас, Максим? Защитный жилет. Светоотражающий, так называемый. Который, как бы, вообще всех обязывает вообще-то в автомобиле иметь. Замечательно. 78-77-10. Вопрос у нас будет совершенно такой, на мой взгляд, простой. Как выглядели первые автомобильные ароматизаторы? Если кто-то знает ответ на этот вопрос, звоните по телефону студии 78-77-10. Как выглядели первые автомобильные ароматизаторы? За то, что вы правильно ответите на этот вопрос, можно будет получить в компании Carbon 69 фирменный брелок, ароматизатор и жилет, который действительно необходим всем по правилам иметь в машине своей. Итак, 78-77-10. К сожалению, сейчас линия у нас свободна. Никто, видимо, не знает, как выглядели первые автомобильные ароматизаторы. Мы сами долго вспоминали. Мы сами долго вспоминали, действительно. Но, тем не менее, обратились к Википедии. Наверное, пока звонка нет, мы же продолжим. Мы, давайте, да, продолжим пока. Появится звонок. Еще раз зададим вопрос. Да, да, да. Вот, Максим, скажите, вот мы говорим, то есть, вот об этих материалах, о применении их. Насколько, скажем так, вот вообще вилка вот этих цен, то есть, мы как бы немножко коснулись, то есть, мы где-то назвали 5000, это как бы стартовая. Это самый-самый минимум. А потолок вот в вашей практике, какой был самый большой? И что это был за автомобиль, если о нем можно говорить? Лично в своей практике. Но это также и встречался и потолок моего автомобиля, потому что делал все самыми лучшими материалами. Понятно, то есть, это вы как раз тот самый счастливый владелец вот этой... Ну, я сейчас немножко проматываю цифры в голове примерно, как это получается. Так, 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 Максим. Да, так, и в районе 4 или 5 тысяч рублей один из самых таких дорогих потолков был. Ну, это первое, что вспомнил. Были и дороже. А на наш телефон 78-77-10 есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А вы, наверное, слышали наш вопрос и хотите попытать счастье и выиграть наш фирменный брелок, ароматизатор и жилет. Ну, так и есть. Так и есть. Здорово. Как вас зовут? Дмитрий. Замечательно. Итак, как же выглядели первые автомобильные ароматизаторы? Ну, на мой взгляд, они были в форме елочки, по-моему. В форме елочки. Замечательно. Как мы могли забыть форму елочки. Такая, да, да, более всем знакомая. Мы поздравляем вас. Вы стали, конечно, обладателем. А сами, кстати, ароматизатором елочек пользовались? Ну, да. Было время. Все в другой форме. Сейчас в другой форме. Есть ли у него в автомобиле шумоизоляция, которую он сделал сам? Да. А вот вопрос от Владимира Яура. Есть ли в вашем автомобиле шумоизоляция, сделанная собственными руками? Нет, своими руками. Нет, штатная. Штатная. Она вас устраивает? Ну, для этого класса автомобиля, да, устраивает. Замечательно. Мы вас поздравляем. Вы стали обладателем нашего приза. Вы правильно ответили на вопрос. Действительно, впервые были изготовлены в Соединенных Штатах Америки. Имели форму елочки. Ну, вот они действительно производятся и по сей день. Это та самая знаменитая елочка. Оставайтесь на линии, не вешайте трубочку. Мы расскажем вам, как забрать ваш приз. Напоминаю, что видео-версию нашего эфира можно будет найти на портале ТвериГрад. Сегодня экспертом дня у нас был Максим Константинов, менеджер «Карбон69». Спасибо вам и вашей компании за предоставленный автоприз. Мы с вами прощаемся. Следите за эфиром. С вами были автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яур, я Марина Семенова и, конечно же, эксперт дня Максим Константинов. До свидания, удачи на дорогах. Удачи вам и вашим авто. Пока. До свидания.